Без электроснабжения после разгула стихий сегодня утром оставались 11 населенных пунктов, в которых проживает более тысячи человек. Это данные регионального МЧС. В ближайшие часы, по словам главы Чувашии, свет и тепло появятся в домах жителей и Бресенского, и Урмарского районов, наиболее пострадавших от ледяного дождя. Напомню, для восстановления электроснабжения задействовано около 360 человек и свыше 100 единиц спецтехники, в том числе и соседних регионов. Сегодня на седании Кабинета министров Олег Николаев назвал последствия стихийных погодных условий масштабными и попросил жителей Чувашии отнестись к пониманиям к тому, что не везде быстро удалось ликвидировать обрывы линий электропередачи. Это не результат бездействия, добавил руководитель региона. На то есть объективные причины. Большое количество обрывов было зафиксировано на линиях 10 и 6 киловольт. Восстановительные работы осложнялись и тем, что проходили в труднодоступных местах. Зачастую в лесах и полях. На сегодня все линии, находящиеся под средним напряжением, восстановлены. Бригады электромонтеров сейчас работают на сетях 0,4 киловольт, то есть ликвидируют обрывы проводов в самих деревнях и селах. Напомню, для ликвидации последствий ледяного дождя в республике, в республику прибыли энергетики из шести соседних регионов. Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Оренбургской области и Республики Мордовия. Олег Николаев поручил поощрить наградами наиболее отличившихся в основительных работах специалистов, а также подготовить благодарственные письма и госнаграды в адрес глав регионов и руководителей экстренных служб, которые пришли и чуваши на помощь. Кроме того, Олег Николаев призвал сделать выводы, обозначив слабые места и выработать меры по укреплению системы электроснабжения региона. Я думаю, что в ближайшие часы уже окончательно все неполадки будут устранены. Необходимо усилить инвестиционную составляющую по максимально скорейшей модернизации системы энергоснабжения и энергообеспечения, как с точки зрения надежности, так и с точки зрения других составляющих его функционирования, удобства и надежности для потребителей. Продолжение следует...